Здравствуйте, мальчики и девочки! Я Олеся Клоунесса, ведущая детских праздников. И сегодня, как и обещала, у меня для вас новая сказочная история. Сказку, которую я вам прочту, называется «Храбрый заяц и волчица». Был у старой волчицы дом в лесу. В дупле столетнего дуба она устроила комнатку, выслав ее мхом. На мху нежились три маленьких волчонка. Они боролись, кусались и время от времени посматривали в окошко, не идет ли их мать. С утра до вечера старая волчица бродила по лесу или караулила около овчарни в надежде поживиться, а волча оставляла одних денешенек. Однажды мимо волчьего дома пробегал наш длинноухий приятель Ян Колесной. Это был заяц, как и все другие заяцы, но уж очень он гордился своими длинными ушами. Заглянув в окно дуба, Янка крикнул «Эй, волчата, ваша мать здесь?» Нет ее, нет ее, хором отвечали волчата, она на охоте. Очень жаль, что я ее не застал. Я решил так отлупить ее, что она запомнит меня на всю жизнь. Покачал Янка длинными ушами и убежал. Вечером волчата рассказали об этом своей матери. Так и так волчица им наказала. Если заяц появится опять, вы ему скажите, будь храбрецом, но не лезь на рожон. Смотрите, не попадитесь в мамины лапы. На следующий день только волчица отправилась к овчарни, Янка тут как тут. «Эй, зверюшки, здесь ваша мать!» Постучал он в окошко. «Нет ее», – ответили волчата, – «зачем она тебе?» «Чешутся у меня лапы, я хочу так отколотить ее, что она запомнит меня на всю жизнь». И Янка так страшно замахал ушами, что волчата задрожали от страха и съежились на дне дупла. Вечером они опять рассказали все своей матери. Волчица очень разгневалась и решила на следующий день не ходить за добычей, а спрятаться в дупле и дождаться Янку Длинноухова. Как только рассвело, в лесу проснулся наш Янка. Скок, скок, скок! Тут как тут! Заглянул в окошко и крикнул. «Волчата, зверята! Дома ли ваша мать?» «Дома, дома!» – закричали волчата. «Сейчас разорвет тебя на куски!» Не успел Янка сказать. «Удирайте ноги бегом!» Волчица подскочила из дупла и бросилась за ним вслед. «Где спрятаться бедному зайчишке?» Волчица вот-вот его сцапает. Вдруг на пути переградили ему два дерева, сросшихся так, что между ними осталось только пять свободного места. Однако поднатужился он и с большим трудом пролез между деревьями. Волчица полезла за ним. Да, застряла. Тогда Янка лесной схватил сломанный сук и ну бить волчицу по спине. «Раз, раз, раз!» – лупил он ее, пока не устали зайчьи лапы. Волчица собрала все свои силы, высвободилась и опять погналась за зайцем. И Янка бросился бежать. Он перепрыгивал через деревья, но волчица преследовала его по пятам. Но вот перед Янкой раскинулось грязное тенистое болото. «И так и сяк волчица разорвет меня на куски и съест. Так пусть она меня грязного съест!» – подумал он. И бух прямо в болото. Едва успел выбраться заяц на другой берег, как прибежала запыхавшаяся волчица. Она посмотрела на грязного Янку, но не узнала его, потому что уши зайца обвисли до спины. «Кто ты, грязное животное, жаба или водяная крыса?» – спросила она. «Крыса!» – ответил Янка. «Раз так, ответь мне, не пробегал ли здесь заяц с длинными ушами?» «Какой? Уж не Янка ли лесной?» – спросил выпачканный в грязи заяц. «Тот, что отлупил тебя по спине, когда ты застряла между двумя деревьями, не он ли?» «А ты откуда знаешь?» – поразилась волчица. «Хм, весь лес знает!» – ответил Янка. И затрясся от смеха, волчица готова была от стыда сквозь землю провалиться. Повернула она назад и прямо в свое дупло. Пряталась там у волчат и больше не смела днем показываться в лесу. Пробегая иногда мимо дупла, Янка лесной кричал издалека «Волчата! Дома ли ваша мать?» Сама волчица отвечала ему чужим голосом «Нет ее!» А Янка лесной грозил кулаком перед окошком и убегал. Ну что, мои маленькие друзья, вот и сказочки конец, а кто слушал, тот большой молодец. А сейчас время смотреть мультфильм. Садитесь поудобнее и слушайте, и смотрите повнимательней. Спокойной ночи, мои маленькие друзья. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok